Пушкино 211. Здание с более чем вековой историей пустует. Еще несколько лет назад здесь располагалось представительство Национального Олимпийского комитета. Несколькими десятилетиями ранее Бобруйского горздрава. Сегодня помещение в 352 квадрата. Со всеми коммуникациями и косметическим ремонтом ждет арендатора. Желательно на длительный срок. Неважно, это будет индивидуальный предприниматель или мини-организация. Отказ получат лишь те, кто захочет открыть здесь мини-производство или изменить фасад. Это история культурной ценности третьей категории. Это значит, что в здании можно проводить внутренние работы, а все наружные работы фасада проводят только по согласованию с Министерством культуры. Библиотека на Интернациональной – еще один историко-культурный объект. Он по меркам специалистов пустует больше пяти лет и требует серьезных вложений. Нужен инвестор. Вопрос о цене за метр в аренду здание на Пушкино прорабатывается. В среднем по городу она до 13 рублей, но с различными коэффициентами. Два рубля обойдется метр складского помещения. Иногда и вовсе проще купить объект. Что это за помещение? Кто его купил? За сколько? Это здание административного штаба 5-й танковой армии. Значит, буквально месяц назад купила коммерческая организация для как под административное здание за одну базовую величину. Значит, проведен был конкурс с Могилевским облсполковым имуществом. Ну и вот это здание. Сколько квадратов за одну базовую? Здесь порядка 4200 квадратных метров. Но оно продано в комплексе с, как говорится, с тиром, с бункером здесь. За 25,5 рублей в этом году было продано 4 сооружения. Всего же на балансе предприятия аренда и услуги. Сегодня 58 зданий. Все они в удовлетворительном состоянии и соответствуют своему назначению. Есть система отопления, водоснабжения, коммуникации. Осталось лишь найти собственника или арендатора. Ознакомиться со списком помещений можно в отделе собственности Бобруйского госполкома или в коммунальном предприятии. Ангелина Дикон, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.